Здравствуйте! Это новости на ННТ с последними событиями. В студии Махач Курбанов и Корт Кагланом. Будущее за цифровизацией. В Дагестане стартовал интернет-форум РИФ Кавказ. Подробности через минуту. В Дагестане. Щедрость без границ. Масштабный мавлит в благодарность Всевышнему от Сулеймана Керимова прошел в Духовном Центре Пророка Исы. Мир ему. Чай не индийский, а сагратлинский. Третий по счету фестиваль чая прошел в известном старинном ауле Дагестана. Все подробности сегодня. Новые соперники ждут. Магомед Маликов возвращается в ММА. Теперь он выступит в главном поединке турнира «ЮФЛ-4», который пройдет 28 августа в Каспийске. Следственный комитет Дагестана возбудил уголовное дело по факту ДТП в Ногайском районе. Напомним, что там произошла крупная трагедия. В результате аварии погибло 8 человек, 13 пострадало. Все пассажиры «Газели» были выходцами селения Уркарах Дахадаевского района. Накануне пострадавших навестили председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов и министр здравоохранения региона Татьяна Беляева. Самому маленькому из госпитализированных всего 9 лет. Я от имени Сергея Римовича, главы Республики Дагестан, и от себя лично, от правительства Республики Дагестан выражаю, прежде всего, соболезнования родным и близким, которые погибли в этой автокатастрофе. Конечно, это очень тяжелая утрата, тем более, там практически все равно, все между собой ехали на такое, будем говорить, хорошее мероприятие. Значит, так было все судено. Ну, Сергей Римович, главой нашей республики, принято решение о показании финансовой помощи пострадавшим. Воспоряжение будет оказано финансовой помощи и погибшим, и пострадавшим, и те, которые находятся в тяжелом состоянии, и менее пострадавшим. Состояние всех расценивается как стабильное, тяжелое, жизнью угрожающего состояния нет. Больные в травматологическом центре прооперированы, получили всю необходимую помощь. Пациенты в РКБ также нуждающиеся в оперативном вмешательстве. Вмешательство произведено. Вопрос по мальчику консультирован под мальчик с федеральным центром Москвы, где, значит, все выполняемые медицинским персоналом назначения выполняются. Планируется выполнение оперативного вмешательства. Жизнь угрожающего состояния также нет. Ведется динамическое наблюдение и динамическая телемедицинская консультация по ребенку с московскими специалистами. РИФ «Кавказ» стартовал в Махачкале. Один из крупнейших региональных интернет-форумов, посвященный вопросам цифровизации экономики и государственного управления. Он ориентирован на государственных и муниципальных служащих, сотрудников некоммерческих организаций и IT-компаний. Организатором седьмого форума выступает Министерство цифрового развития Республики Дагестан. В церемонии открытия принял участие и председатель правительства Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов. Мероприятие продлится два дня в оздоровительном комплексе «Журавли». Более 500 участников обсудят цифровую трансформацию, логистику, цифровизацию городской и образовательной среды. И мы видим большой поток желающих детей прийти и учиться именно на IT, на IT-специалистов. Я думаю, что вообще для России это очень важно, тем более, опять же, сейчас есть большой отток специалистов области IT из России. Министерство цифровизации молодцы, они этот отток сейчас, можно сказать, остановили, ввели много разных положительных моментов. И, на мой взгляд, вот как раз-таки для Дагестана, может быть, это полезно тем, что привлечь еще больше молодежи к цифровизации, к IT. И тем самым для них это будет большой плюс, потому что именно IT-отрасы сейчас нуждаются максимально много в молодых специалистах. Если вы используете приложение, используете полноценные решения по цифровизации транспорта, вы четко будете знать, во сколько вам выходить, чтобы прийти на эту остановку. И будете видеть в системе, как движется автобус. Будете четко понимать, что автобус действительно придет через 5 минут и в режиме реального времени видеть его перемещение. Казалось бы, большинство этим уже пользуется, но при этом здесь мы видим, что есть перспектива для развития. Потому что в Дагестане необходимо усилить эту часть по контролю за транспортом, по возможности для граждан, для жителей, видеть, где находится транспорт, где находится маршрутка, где находится автобус. Банально, но факт, здесь пока это не до конца реализовано. В программе мероприятия также дискуссии, тренинги, выставки и бизнес-презентации. Сегодня вся страна отмечает День государственного флага России. Праздничные мероприятия прошли и в нашей республике. Так на площадке исторического парка развернули огромное полотнище российского триколора. Выстроившиеся по периметру сотни людей, в том числе активисты общественных организаций и молодежных движений, исполнили патриотические песни. От имени главы республики Дагестан Сергея Лимовича Меликова поздравляю вас всех с Днем государственного флага Российской Федерации. Государственный флаг – это один из символов нашей страны, наряду с гимном и гербом Российской Федерации. Государственный флаг России – это символ мужества, символ, который объединяет вокруг себя все народы, населяющие нашу великую страну. Государственный флаг олицетворяет свободу и независимость нашей великой страны. В парке Ленинского комсомола Махачкалы также состоялось торжественное мероприятие, приуроченное Дню государственного флага. Возле памятника воину-освободителю хоровой коллектив исполнил в честь праздника гимн России. В акции приняли участие министр по делам молодежи региона Камил Саидов и начальник управления культуры администрации города Махачкалы Фарид Абалаев. Уважаемые махачкалинцы, уважаемые гости нашего города, поздравляю всех с Днем флага России. Этот праздник для каждого россиянина дорог и близок, потому что под этим флагом совершаются самые великие дела в нашей стране. Масштабный мавлит в благодарность Всевышнему от Сулеймана Керимова прошел в Духовном центре пророка Исы, мир ему. Мероприятие было посвящено успешному завершению хаджа по благотворительной линии от сенатора, а также началу заключительного этапа строительства мечети имени пророка Мухаммада, мир ему, финансирование которого бизнесмен также взял на себя. О том, кто стал участником мавлида в сюжете Патимат Ханаповой. Прямиком из аэропорта на мавлид. Даже туристы из Екатеринбурга отменили все свои планы, решили первым делом посетить такое масштабное мероприятие. Семья рощиных прилетели в Дагестан на неделю и решили, что достопримечательности республики подождут. Такое мероприятие, оно уникальное на сегодняшний день, поэтому мы не можем пропустить. Каньон подождет, а вот такое мероприятие нас прямо привлекло. Я не ожидала такого масштаба, такое монументальное здание и построено с такой именно народным посылом. Это уникально. С народной любовью чувствуется. Это великолепно. Нужно поддерживать такие традиции, такие чаяния населения. Я хочу добавить от себя, чтобы поскорее реализовался проект, чтобы мы по приглашению наших друзей с удовольствием приедем на открытие. И чем скорее состоится, тем лучше. Посетить Муавлит от Сулеймана Керимова мог любой желающий. Многие приехали издалека, чтобы ощутить эту атмосферу единения. На мероприятие побывали около пяти тысяч человек. Такие мероприятия сплочают, выединяют всех нас. Видим близких людей, радуемся. Машал, машал. Только одни эмоции, можно сказать. Знаете, такая большая милость, наверное, на сегодняшний раз, что вот так мы собираем всех мусульман в этом месте, потому что в других местах, по-моему, такого не бывает. Это еще одна благодарность Керимову, что благодаря ему все мусульмане сегодня здесь собрались тоже. Пускай увеличивает риск, конечно, пускай его баракад всем достается. Среди гостей мероприятия и совершивших хадж по благотворительной программе Сулеймана Керимова. Из жеребенка я выиграла, хадж попала. Это великое чудо. Это самый счастливый день в моей жизни. Я благодарю Сулейману Керимова, чтобы Аллах самым лучшим наградил его в этом земле и на том вечном земле тоже. Испытываю я, конечно, радость, гордость. Дайла, чтобы побольше таких мероприятий было. Нашиды, викторины и вкусная еда – все это украсило культурно-просветительское мероприятие. На Мавлиде выступали известные ученые-богословы. Мы все знаем, что в этом году наш брат-меценат Сулейман Керимов, он в этом году тысячи малоимущих людей отправил в хадж. Аль-Хамду-Лля, за что мы ему очень благодарны. Дай Аллах ему здоровья, долгих лет жизни. Уникальность сегодняшнего мероприятия – это, конечно, мы выражаем радость. Мы благодарим Всевышнего Аллаха за то, что Сулейман Керимов взял на себя вот такую ответственную миссию завершить эту мечеть. Очень много людей откликнулось. Очень было много волонтеров, которые с большим удовольствием откликнули, так как этот поступок и поступки, которые совершает наш уважаемый брат Сулейман Керимов, все хотят быть точно так же участвовать в таких мероприятиях. Отметим, что Большой Мавлид в Благодарный Всевышнему был проведен при поддержке благотворительных фондов «Бурхан» и «Инсан». Матимат Ханнапова, Салман Гитихмаев, Новости ННТ, Махачкала. Летние курсы по основам ислама подошли к концу. Их ярким, красочным завершением стало праздничное мероприятие, которое состоялось в Махачкале на площадке Дагосфилармонии. Маленьких выпускников также пришла поздравить советник муфтия Дагестана Айна Гамзатова. Подробности в сюжете. Шоу мыльных пузырей, нашиды и выступления почетных гостей. Это выпуск девочек, которые успешно прошли летние курсы по основам ислама в Махачкале. На праздничное торжество собрались тысячи детей вместе со своими родителями. Мне очень понравилось замечание. Мне понравились учителя, которые там были, уроки, как они преподавали. А какой урок больше всех понравился? Рецитация Священного Корана. Дети с удовольствием посещали, желанием ходили на курсы и дальше тоже собираются продолжать в учебном процессе тоже. На летних курсах детей обучали не только правильному чтению Корана и совершению намаза, но и благонравию и добрым отношению к родителям и окружающим. Поздравить девочек с успешным завершением летних курсов пришла супруга и советник муфтия Дагестана Айна Гамзатова. Я очень благодарна тем родителям, которые вот это лето посвятили своим детям и тратили свое время на дорогу в мечети и обратно, возили детей на летние курсы. Это очень важно. И то, что родители поняли свою ответственность и оторвали их от планшетов, от Ютуба, от интернета и дали детям живые знания, на которые, я думаю, они будут опираться в дальнейшей жизни. Они посеяли те зерна, урожая которых они в будущем обязательно увидят. И самое главное, они получат от детей отдачу в виде уважения во взрослой жизни. То, чего так не хватает во многих современных семьях – уважения детей к родителям. Летние курсы уже традиционно в течение трех месяцев проходят во всех мечетях республики и абсолютно бесплатно. Организаторы планируют в следующем году принять больше детей и сделать образовательную программу более насыщенной и интересной. Канцелярские принадлежности лично от мэра. Салман Дадаев собрал в школу детей из многодетной семьи Шахбулатовых. Восемь детей, которых усыновила махачкалинка Мадинат Шахбулатова, к началу учебного года полностью готовы. Напомним, ко дню защиты детей многодетной семье городоначальник подарил микроавтобус. Салман Дадаев отметил, что намеревается помочь еще нескольким семьям перед первым сентября. И призвал всех, у кого есть возможность, подключиться к акции и помочь с приобретением школьных принадлежностей. В Сагратли у мемориального комплекса «Ватан» собрались тысячи гостей со всех уголков республики и страны. Здесь прошел фестиваль чая. На всенародном чаепитии побывала Малика Курбанова. Она и расскажет подробности. Более 20 килограмм заварки и 600 литров родниковой воды. Так в Сагратли прошел третий фестиваль чая, отчего горячий напиток стал настолько любим и почитаем в высокогорном ауле, что даже Дербент со своими самоварами и чайханами остался на стороне. Этот вопрос задавали многие участники. Выяснилось, с чаем чуть ли не у каждого Сагратлинца связана личная история. А началось все вот с одной удивительной женщины, которая продала корову и купила на все деньги чай. В память о ней и проходит фестиваль. Эта женщина, которая продала корову и на все деньги купила чай, была моя тетя Мусаева Рукият. Во время войны она села на мула, хорошую корову погнала впереди себя и отправилась в Закатала, Азербайджанский СССР, где разводили чай. Продала за хорошие деньги корову, на все деньги купила чай, загрузила на мула и пешком долго добиралась до Сагратли. Пока она добиралась, все дивы удивились, как во время войны люди голодают, еды не хватает. А она купила чай и везет целую гору чая. Это был стратегический запас, лучшая валюта и лучший подарок для Сагратлинцев. Потому что без чая они жить не могли. На поле ходили с собой, брали чайники. Все хорошо разбирались и даже по вкусу чая знали, из какого родника эта вода. Подобные мероприятия, по словам организаторов, укрепляют дружбу между селами и районами республики. В деле сохранения истории, культуры и традиций народов Дагестана музеи уделяют особое внимание. И самое главное, национальный музей республики, который располагает все филиалы по республике Дагестан, вносит огромный вклад в популяризацию, развитие туризма. Вклад, чтобы каждый гость, который приезжает на территорию, получил максимум в эмоции. И у него было желание еще и еще раз вернуться к нам в Ашинск. Минеральный комплекс «Ватон» построен по инициативе Камзата Маганевича Камзатова. В 2004 году состоялось открытие. Это памятное место для всех радистанцев. Это место был в открытии в 1741 году. Ирмитский шахт «Надыр Гряза» вселенной. Радовали зрителей и творческие трюки группы пехлеванов. Каждый мог попробовать свои умения и в стрельбе из лука. Но главная фишка фестиваля – конкурс «Чаепитие». А вот так поддерживают участников местные детвора. На первом фестивале чая, который прошел несколько лет назад, большим любителем оказался Магомед Онкочев, который выпил в течение часа 34 стакана. Кстати, его рекорд до сих пор не побит. В этот раз он осилил 14 стаканов в течение 20 минут. И еще раз доказал, что ему в деле «Чаепитие» равных нет. А в женском чайном баттле победительницей стала Раисат Ханапиева с 11 стаканами. Малика Курбанова, ННТ, Гунипский район. Магомед Маликов возвращается в ММА. Известный дагестанский тяжеловес выступит в главном поединке турнира UFL 4, который пройдет 28 августа в Каспийске. Соперником нашего бойца станет хорошо ему известный Кенни Гарнер. С американцем 39-летний Маликов встречался 10 лет назад на турнире М1 Челлендж. Успех тогда сопутствовал бойцу из США. Маликов имеет в своем послужном списке победы над Александром Емельяненко, Алексеем Олейником и Джеффом Монсоном. В программе турнира еще 15 поединков с участием Гаджимурада Абдулаева, Сапарбека Сафарова и других бойцов клуба Universal Fighters. Турнир UFL 4 примет Дворец спорта и молодежи имени Али Алиева. Махачкалинская «Динамо» сыграла в ничью с Хабаровским «СКА». Матч шестого тура первой лиги завершился нулевой ничьей. Игра не порадовала зрителей голами. Зато в перерыве болельщики насладились уникальным перформансом. После первого тайма между трибунами натянули канат, по которому прошел канатоходец Камиль Мамаев. Действия Мамаева в ветреную погоду держали в напряжении до последнего. А финиш получился эффектным. Канатоходец водрузил флаг России на вершину арены. Следующую встречу «Динамо» проведет 27 августа в Краснодаре против одноименной команды. После шести туров дагестанская команда располагается на седьмой строчке в турнирной таблице. Это все на сегодня. Оставайтесь с нами, не переключайтесь, смотрите наши новости во всех соцсетях. Всего доброго, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok